На паркет в ретро-форме выходят ветераны. В красном команда «Строитель». В 80-е под руководством легендарного Генриха Приматова, заслуженного тренера Советского Союза, она попала в элиту советского спорта. В белых майках еще одна баскетбольная эпоха – команда 90-х. Самара тогда стремительно ворвалась в первый эшелон профессионального европейского баскетбола. Некоторые игроки успели поиграть за сборную России на Олимпиаде и Чемпионате мира. Мы по-прежнему в спорте, по-прежнему любим баскетбол, независимо от нашего возраста. После окончания карьеры ты все равно эмоциональный человек, тебе хочется и забивать, и выигрывать. Хорошо, что баскетбол живет в Самаре. Усилиями баскетбольного клуба «Самара» сейчас сохраняется, это очень хорошо. То, что помнят, то, что дети приходят, дети двигаются. Я в нем с поколением существую, то есть есть наш возраст, есть чуть помоложе, есть совсем молодые. Это радует. Возраст ветеранам баскетбола не помеха. Кому за 40, кому за 60. Но спортивные азарт до сих пор у них в крови. И хотя матч длился всего 20 минут грязного времени, а не 40 минут чистого, борьба на паркете получилась нешуточной. Каждое очко добывалось, как в молодые годы, с трудом. В итоге победила дружба со счетом 22-22. Приматов пришел 39 лет назад. Мы были молодыми, моложе на 39 лет, и мы почувствовали себя такими же молодыми, как и ребята, которые играли напротив. Поэтому благодарны организаторам турнира за то, что предоставили такой возможность вернуться в молодость. После матча ветеранов турнир Приматова продолжили современные команды. За кубок куйбышевского тренера сразятся победители. Команды «Самара» и «Красный октябрь» из Волгограда. Александр Шугаев, Сергей Кизоркин, Алексей Золотенков. События.